Одна из самых жутких головных болей для людей, начинающих новое дело, придумать для своего детища название с глубоким смыслом, по теме, легкое, запоминающееся или чтобы, конечно же, осталось на века. В поисках сокровенного слова проводятся дни и недели, оплачиваются неприличные счета от брендинговых агентств. Но, как доказывает история удачнейших брендов, живущих и владеющих нашими умами десятилетиями, талантливейшие копирайтеры и дорогие агентства, а также нейминг, брендинг и масса других умных слов, зачастую вообще ни при чем. Названиями знаменитых брендов становились названия местностей, имена и фамилии основателей, отражение их взглядов на мир, религиозных верований и даже предпочтений в еде, не говоря уже о простом влиянии обстоятельств. Адидас и Пума Жили-были два брата по фамилии Даслер – Адольф и Рудольф. Был у них семейный бизнес, производили спальные тапочки, подошва из автомобильных покрышек, верх из списанной военной формы. Потом пошла тренировочная обувь, чешки с пинетками, даже коньки были. К началу 40-х годов прошлого века Даслер был непризнанным стандартом мировой спортивной обуви. Но после смерти отца братья разругались в пух и прах. Адидаслер стал производить обувь марки Адидас, Рудольф – обувь Руда, впоследствии ставшую обувью марки Пума. Происходило это в немецком городке Герцоген-Урах, который ссора братьев тоже разделила на две части. Работники этих фабрик ходили только в свои кабаки, пили разное пиво, их дети посещали разные школы. И до сих пор сотрудника одной компании ждет немедленное увольнение, если он будет замечен в обуви или одежде, произведенной конкурентом. Лего Оли Кирк Кристиансен, основатель компании, создал это имя, соединив датские слова «играй» и «хорошо», «лег» и «гот». По латыни «лего» означает «я читаю» или «я соединяю». Плотник по профессии Кристиансен сначала делал деревянные игрушки. Деревянные кубики превратились в пластмассовые, а идею их соединения и разъединения привез из Англии сын Кристиансена. Легко выговариваемое, даже совсем маленьким ребенком, это название запоминается мгновенно и навсегда. Ошан Ошан от французского названия местности, где родился основатель компании Жерар Мюрье. Хаут Чаймс. Дословно «высокие поля». По-французски произносится как О-шам. Первоначально была зарегистрирована в России как О-о-о О-шан. Затем, учитывая особенности русской лингвистики, О-о, неударное произносится как А, компанию перерегистрировали. Adobe Adobe Photoshop стоит почти на каждом втором российском компьютере, а компания названа в честь реки Adobe Creek, которая текла за домом основателя компании Джона Ворнака. Apple Любимый фрукт основателя компании Стива Джобса. После трех месяцев тщетных попыток найти название для нового бизнеса, он поставил своим партнерам ультиматум. Я назову компанию Apple, если к пяти часам вы не предложите лучшего. Apple's Macintosh. Название сорта яблок, продававшегося в США. Canon Canon в честь Куэнон, буддийского бога милосердия. Было изменено на Canon, чтобы избежать протестов религиозных организаций. Кроме того, основными покупателями на первых порах были американские солдаты, а для них оригинальное название было слишком сложным. Casio В честь основателя компании Casio Taddao. Coca-Cola Основные ингредиенты Coca-Cola при открытии напитка были таковы. Три части листьев коки, из этих же листьев получали наркотик кокаин. На одну часть орехов тропического дерева колы. Google Название Google произошло от слова Google, число со ста нулями. Hitachi По-японски рассвет HP Основатели Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард бросали монетку, чтобы решить, чье имя будет первым в названии. Как вы понимаете, выиграл Билл. Кодек Ка – любимая буква Джорджа Истмена, основателя компании. Он искал слова, начинающиеся и заканчивающиеся этой замечательной буквой. Тем более, что во всех алфавитах Ка пишется одинаково. В конце концов, было выбрано кодек. Якобы именно такой звук производит фотокамера при съемке. Nikon Изначально Nippon Kagaku означает японская оптика. Sony В послевоенное время американцы относились ко всему японскому с понятным недоверием, и поэтому было решено изобрести слово, которое не ассоциировалось бы у потребителей с Японией. После долгих мучений и произошло Sony. От латинского Sonus – звук. Samsung Samsung по-карейски означает «три звезды», что и было изображено на первом логотипе компании. Toyota Toyota по имени основателя Сакиши Тойода. Впоследствии изменено на более благозвучное «Тойота». По-японски состояло из восьми букв. Счастливое число в Японии. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok